Вдуть, ВС, Вестник Бури, Колыма, Сталин, СССР. Смотрим, очередное, очередное разоблачение нам заказали. У меня два прапрадеда были священниками. Один из них был расстрелян, но, извините, я коммунист! Вперёд! Обязательно делать было камин-аут именно на дебатах. Не дома, перед родителями или женой, что дорогая ты знаешь, но у меня такая ориентация. Надо было это именно делать на дебатах зачем-то, на большую аудиторию. То есть выходить из шкафа, так выходить из шкафа публично. Да, то есть я до сих пор не понимаю, зачем этот публичный камин-аут? Вот рабочий плаус! В последнее время на ютубе пошла тенденция возрождения культа личности Сталина. И появление нового сапкового контента в исполнении Сёмина, Клима Жукова, Пучкова. Ну, справедливости ради, надо сказать, что далеко не все коммунисты любят Сталина. Как бы, да, то есть есть Кагарлицкий, есть всякие там РРП и прочие троцкистские организации. Есть так называемые неавторитарные марксисты. Так что далеко не все коммунисты Сталинисты. И прочих коммунистических гоблинов. На фоне произвола нынешней власти данные индивиды играют с фактом... Гоблин не коммунист, он просто совкадрочер. ... о жизни в СССР, гиперболизируя салог до непомерных масштабов и максимально преуменьшая, либо полностью отрицая все побочные эффекты социалистического эксперимента над Россией в 20 веке. Этим они набирают себе аудиторию, не только из-за каменелости в виде дедов-сталинистов. Это был неправильный социализм, дайте нам еще раз попробовать. Ну и из неокрепших умов школьников и студентов, которые... Школьник уже сейчас топит за контрактную армию, семейные ценности, скорее всего к 30 годам он будет адски правый. ...силу отсутствия жизненного опыта, верит в сказки о счастливом и справедливом СССР. Недавно небезызвестный Юрий Дудь снял ролик про Колыму, который далеко не в лучшем свете представлял СССР, в частности сталинские времена. Я не буду подробно акцентировать на слабых местах его работы, это для меня не важно. Важно то, что кучка коммуняк-блогеров поспешили сделать свои ответки к Колыме Дудя, где пытались всячески прикопаться, например, к неточностям в числах, при этом иронизируя над ситуацией с лагерями. Исключение не... Господи, да чтобы коммунисты начали записывать про тебя ролики разоблачающие, достаточно на канале с миллионом подписчиков просто сказать, что коммунизм говно и все. И дальше отойти в сторону. Потому что коммунисты, они сегодня бомбят от любой хуйни вообще, от сериала Чернобыль, от документалки Дудя, от того, что какой-то там политик или Навальный сказал что-нибудь плохое про Сталина. То есть этого вполне достаточно. Бомбежка начинается незамедлительно. И стал и вестник Бури, он же вестник Дури, он же Андрей Рудой, туповатый учитель истории, что стало видно из его дебатов с погромом. В этом ролике я разберу его аргументацию. Вот, значит, по поводу дебатов с Рудым там и прочее. Это не были дебаты Рудова с Просвирниным. Это были дебаты Рудова с Рудым, в которых Рудой умудрился проиграть. А Просвирнин, он просто сидел, читал Голковского и хихикал. Потому что ничто так не нравится по грому, как просто читать Голковского. Рудой, он вообще склонен к самобичеванию, я так понимаю. Возможно, это что-то, что находится в том числе за пределами его политических взглядов. Я против Колмы Дудя и наглядно покажу не только то, что он подменяет понятие, но и нейтрально врет, чтобы вести своего неискушенного зрителя в заблуждение. Ну а теперь, если у вас вместо мозгов красная жижа, можете ставить дизлайк и выключать это видео. Всем остальным приятного просмотра. Еще до просмотра Дудя мне скинули умопомрачительный отклик на это видео от самого Лехи Навального. Где Алексей Невельный отзывает сталинистов олухами, на что Вестник Бури решает привести пример слова «Никого попало, а самого Анатолия Восермана». Я бы очень хотел работать под руководством такого менеджера. Потому что он брал не репрессии, он брал проникновением в суть дела и обширными консультациями со всеми специалистами, так или иначе связанными с решаемым вопросом. Сталина бы понравилось. Ну а про проникновение Сталина в суть дела нам лучше расскажет Георгий Константинович Жуков. Ну то есть Вассерман хочет, чтобы в него проник Сталин. В принципе это можно сказать про фантазии любого сталиниста. Потому что у меня давно родилась теория о корреляции между политическими взглядами и сексуальной ориентацией. То есть большая часть коммунистов это куколды, сталинисты это любители усатых мужчин и сильной руки тяжелого сапога или кулака вождя в одном месте. Ну анкапы, понятное дело, педофилы. А вот люди правых взглядов, они видимо склонны сами доминировать над кем-то. Четыре, что герой СССР. Действительно ли Сталин был выдающимся военным мыслителем? Конечно нет. Все это нагородили в угоду Сталину, чему способствовал он сам. Нередки были случаи, когда Сталин, не ставив известность в генеральный штаб, давал командующим свои указания, в результате чего происходили серьезные организационные неувязки. Ну кстати то же самое происходило по ту сторону фронта. Потому что если с одной стороны войсками пытался командовать недоучившийся семинарист, то с другой стороны фронта войсками пытался командовать ефрейтор, художник-любитель. И в этом собственно трагедия этой ситуации, что и с той, и с другой стороны войсками пытались руководить люди без какого бы то ни было военного образования. Ну причем это кстати не только про Сталина, можно сказать, и Гитлера, но и про Жукова. Потому что Жуков тоже, как говорится, академиев не кончал. То есть в военных академиях он не учился. Основных законов оперативно-статегического искусства Сталин не придерживался. Он был подобен темпераментному кулачному бойцу, часто горячился и торопился вступить в сражение. То же самое, что Гальдер пишет в мемуарах про Гитлера. Что типа, почему мы проиграли войну? Ну потому что, блядь, нами руководил вот гебанутый как бы сумасшедший лунатик, который, блядь, по полу катался как бы на заседаниях генштаба и грыз ковры напольные. А все-все стояли вокруг и смотрели на это, как бы, и никто не смог ничего сделать. Потому что, ну как, это же великий фюрер, как бы канцлер. Только люди шептались между собой, что типа, он же ебанутый, блядь. Кто нами руководит, тот же сумасшедший. То есть, ладно, он просто ефрейтор, да, у него нет никакого образования, но ведь он же ебанутый на всю головушку. Да, так что здесь можно сказать, что, в общем-то, немцам тоже очень не повезло. То есть, Йоргий Константинович Жуков как раз говорит, что Сталин был некомпетентным, во всяком случае, в вопросах, касающихся военного дела. Отсюда, в том числе, и возникают неоправданные жертвы советского народа и неудачи Красной Армии во времена Великой Отечественной войны. Например, как при Харьковской операции. Не, ну, тем не менее, победили все-таки немцев-то. В операции 1942 года. Так что, недоучившийся семинарист победил, значит, сумасшедшего художника. А кому из них верить? Маршалу 400-й Героя Советского Союза, одному из главных героев Великой Отечественной войны, или бездонной копилке сведений разного уровня бесполезности, которые... Ну, это, кстати, связано отчасти с тем, как были устроены РККА и Вермахт. Потому что в Вермахте там все отдельно, как бы пехота отдельно, танки отдельно, люфтваффы отдельно. Не занес взятку товарищу Герингу, и все, как бы твоя армия наступает без поддержки с воздуха. А в РККА все работало иначе. Там было разделение на фронта, и, соответственно, в состав каждого фронта, под началом какого-нибудь военачальника, там, значит, были и пехота, и танки, и самолеты. То есть, соответственно, он сам мог это все координировать. К тому же снимается во всяком трэше. Решайте сами. Дальше Вестник Дури не успокаивается и приводит мнение уже более авторитетного человека, Жореса Алферва, который, к слову говоря, не является однополярным. Вот мнение о Сталине, нобелевского лауреата, ныне покойного Жореса Алферва. Хоть он и говорит, что относится к Сталину негативно, но в то же время хвалит того за развитие промышленности и образования. Но Вестник Дури не раскрывает тему. Ну да, но можно развивать промышленность и образование, как бы и не убивая людей целыми социальными классами, и не переселяя людей насильственно в товарных вагонах целыми этническими группами. Я понимаю это, это как бы свежая оригинальная мысль, которая может показаться странной моим оппонентам из коммунистического лагеря, что, ммм, оказывается можно развивать промышленность и не убивая людей целыми классами. Ммм, как, как, как свежо, как оригинально. Никогда бы не подумал. Но вот, видите, вот это возможно у нас на самом деле. Почему Жорес Алферов относится к Сталину негативно? Но зато на это проливает свет его коллега, по коммунистическим взглядам, Константин Семин. Академикам сказали, и они об этом прямо пишут в своих воспоминаниях. Не будет атомной бомбы к определенному сроку. Расстреляем. Расстреляем. Охуенно, да, но атомная бомба появилась не потому, что Сталин угрожал расстрелом академикам, а потому что коммунистические шпионы, которые действовали в США, бывшие агенты Коминтерна, которые после формального распуска Коминтерна перешли в юрисдикцию советской внешневоенной разведки, они украли секрет атомной бомбы у американцев. Да, и потом, собственно, их в Советский Союз переправили. Вот, эту семейную пару евреев потом еще судили американцам. Такие дела. То есть они атомную бомбу для Советского Союза сделали, а вы даже не помните их имен. Расстреляем. И бомба была. Да, и бомба была, но не потому, что там кому-то, блядь, у кого-то наганом передал бомбу, блядь, трясли и говорили, типа, либо ты нам сейчас бомбу придумаешь, либо мы тебя расстреляем. Охуенно. Вот, вот, у Сёбина очень интересное представление о том, как работает фундаментальная наука физика. То есть, как бы... Слушайте, а как вот Эйнштейн придумал свое Е равно МЦ квадрат, если у него, блядь, никто перед... Никто ему в затылок, блядь, пистолетом не тыкал. А Никола Тесла? Кто ему смертью угрожал? Марсиане? Господи, Сёбин, ну что такое? Блядь, почему все коммунисты такие тупые? Мне стыдно, что у меня такие тупые идеологические оппоненты. Где умные коммунисты? Где... Почему так мало Борисовка-Горлицких? ...былась бы эта самая бомба, если бы условия у академиков оказались мягче. Черт его знает. А что, если не... Ёп твою мать. Кто-нибудь, накидайте Сёмину в личку ссылок про то, как атомная бомба появилась в Советском Союзе. А то даже как-то неудобно, вот честное слово, за человека. Он же это записывает на многомиллионную аудиторию, как бы. То есть это же не просто посиделки на кухне пьяные. Что типа, вот, академикам поставили условия, или будет бомба, или мы вас всех расстреляем к ёбаной матери. И бомба была! Так выпьем же за Сталина. Нет, это ведь... Это ведь не разговор в таком формате. Это, значит, серьёзное выступление серьёзного журналиста, который на федеральных каналах работает. Понимаете? И вот, вот, вот это происходит. Эх, грустно. Грустно всё это, дамы и господа. ...и появилось бы. Как говорится, рабочая коммунистическая атмосфера. Тут у каждого может быть своё мнение, но я обращусь к тем, кто считает это нормальным. Господа сталинисты, когда вас работа... Пишут, атомную бомбу украли, в чемоданчике привезли. Да нет, они не бомбу украли, они украли секрет того, как эту бомбу сделать. Ну, как, нагуглите, блядь, ёб вашу мать. ...посадатель в следующий раз будет прессовать на работе, обкладывать штрафами и нарушать ваши права. Звалите своё лицо и не орите о профсоюзах. Умел. От себя добавлю, что касается умственного труда, то подобная обстановка не способствует полёту мысли. Отсюда я делаю вывод, что атомная бомба к сроку это скорее не благодаря, а вопреки. И при другой политике она могла бы появиться и раньше. Вот бы сейчас, в 2019... Да, наверное, у Гитлера как бы атомная бомба не появилась, потому что он плохо тряс, блядь, пистолетом перед лицами у своих физиков. То есть, как бы мало их репрессировал, недостаточно. ...снимать фильмы про кровавый совок и репрессии. Ну, действительно. А почему бы и нет? Трэш-документалки Говорутина, типа, так жить нельзя, хотя бы были направлены против существовавшего на тот момент советского строя. И в них... Хо-хо-хо-хо, расскажите ещё, значит, этим всем коммунистам про документальные фильмы с Ванидзе, которые в начале 90-х на федеральных каналах шли. То есть, если у них жопа сгорает от, в общем-то, безобидной документалки Дудя, который, как бы, ездит по миру и открывает его для себя, то интересно, что произойдёт с их филейной частью, если они, как бы, пересмотрят документалки с Ванидзе про коммунистов. И слили лепту в его разрушение. Ну а сейчас-то какой смысл в антисоветчине? А смысл в том, что отчасти благодаря таким мразям, как недоучка коммунист Андрей Рудой, люди стали забывать, что за всю историю России ни одна другая власть, кроме советской, не уничтожал в таком количестве граждан собственной страны. Даже если брать самые оптимистичные и заниженные данные по количеству репрессированных и убитых от любимого всеми красножопами Земского, к которому мы еще вернемся. И никогда не было такого страха у русских и к правителю, как при уголовнике Сталине. Ну да, но кстати, даже если верить Земскому, то там только количество убитых, значит, 780 тысяч человек, по-моему. То есть почти миллион только тех, кто был расстрелян, только в сталинский период. То есть мы сейчас не берем гражданскую войну, там ЧКУ, ГПУ. Мы сейчас не берем то, что было после 1953 года. Только в сталинский период и только расстреляно было более 700 тысяч человек. Как бы это по Земскому. То есть, понятно, есть другие цифры, как бы не такие оптимистичные, как у Зинского. Ой, а почему молодежь о сталинских репрессиях-то не знает? Может потому, что Ельцин, которого ты, Юра, так хвалишь, и его команда начали уничтожение системы образования? Того самого образования, после которого миллионы лучше всех в мире образованных в Советскому... Да, блядь, того самого образования, которое подарила нам академика Чудинова, блядь, академика Рыбникова, значит, Каспировского и еще Трехлебова с Чудиновым. А, Левашова. Как я мог забыть академика всех академий? Значит, и спасителя человечества Левашова. Да, действительно, самое лучшее, только самое лучшее в мире образование, оно может воспитать таких великих ученых. Никакое другое, не дай бог. То есть, разве у американцев есть свой Левашов или Чудинов? Нет, конечно. Потому что нихуевая система образования. Разве у них есть свой Рыбников? Им до Рыбникова, как пешком до Китая. Нет, вот советская система образования, это да. ...людей в автоматическом режиме заряжали воду у телевизора, по которому вещали Чумак и Кашпировский. Причем дело... Да, причем зарядка воды началась не после 91-го года, а году так, в 89-м. ...это совершенно не задумываясь о физике или химии сего процесса. Но для лучшего в мире советского среднего и высшего образования лучше... Не, ну как не задумывались? Телевизор излучает, электроволны излучают, значит, можно воду заряжать. Почему нет? По-моему, по-моему, все нормально, как бы. Все в рамках диалектической логики. Зато у нас в кадре есть Ефим Шифрин, который пытается экстраполировать трагедию своей семьи на весь Советский Союз. Да потому что таких Ефимов Шифриных в стране миллионы, у которых родственники так или иначе пострадали от режима. Но дальше выясняется... Ну, одним из таких Ефимов Шифриных является сам Рудой, как бы, у которого прадеды расстреляли. Но, как бы, Рудой куколт, поэтому, в принципе, бы нормально. ...что доносы, в принципе, можно было и не писать. В картотеке НКВД все равно было 8 миллионов имен неблагонадежных, из которых просто рандомно выбирали жертв. Юр, ссылочку, пожалуйста, на архивные данные. Вы или на исследование... Ну, это, как бы, в стране с закрытыми архивами это звучит как троллинг. То есть, как бы... Ну, давайте дождемся, когда архивы рассекретят, тогда подождем. Ну, то есть, охуенно, ссылочку, да. Вы архивы откройте сначала, а потом требуйте ссылочек. ...в которых эти данные разбираются. А то выходит какая-то бездоказательная херня. Ну, как обычно у тебя. Далее следует большой и эмоциональный пассаж о Сергее Королеве и беседа с его дочерью. При этом, во-первых, делается попытка представить достижения советской космонавтики сугубо как заслугу Королева. Но мы-то знаем, что важен не просто сам человек, но и та система... Да, но мы-то знаем, что, как бы, сидел в шарашке не только Королев, но и другие физики. Их тоже били на допросах. Поэтому, как бы, не Королевым единым, как говорится. ...ценностей социально-экономических отношений, в рамках которой он существует. Интересно, а такая логика ведь должна быть применима и к Сталину. А то очень часто сталинисты пытаются представить достижения совка с 1922 по 1953 год сугубо как заслугу Сталина. Нет, но репрессировал-то кто-то другой, аварировал войну и восстановил СССР лично Сталин. Но вот почему-то со смертью Сталина массовые репрессии прекратились. Наверное, система ценностей и социально-экономических отношений вдруг резко поменялись. А во-вторых, теряется факт того, что Королев был, по большому счету, осужден за... Да, как бы, идея о том, что роль личности в истории ничтожна, а историю творят, как бы, эти самые массы и социальные классы. Это как-то плохо уживается с идеей о том, что Советский Союз развалили, как бы, Горбачев и Ельцин лично. ...пострату огромной суммы денег... ...а войну выиграл Сталин. Я не отрицаю того, что в ходе репрессий в огромном количестве пострадали невиновные. Более того... Так... Внезапно. То есть, получается, он это не отрицает. То есть, получается... Так, окей. Стоп, 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 стоп. Включаем, как бы, логику. Если не диалектическую, то хотя бы обычную. То есть, если он это не отрицает, то, простите, а на что была направлена вся его критика до этого? То есть, по сути, он признает, что в годы сталинских репрессий в огромном количестве пострадали невинные люди. А тогда в чем претензия? Как бы... Просто к каким-то стилистическим неточностям, которые у Дудя есть в фильме? Или что? То есть, неужели... Неужели сам факт того, что действительно в годы сталинских репрессий пострадало, да, было убито или там оказались в заключении огромное количество невинных людей и Рудо это признает? Вот. Неужели это, как бы, не перевешивает все, что было сказано до этого и... То есть, как, как, блядь, работает его мозг, я не могу понять. Считаю, что это негативно повлияло на развитие партии и общества в целом, о чем говорил в одном из предыдущих роликов. Судой, скажи, тебе хоть немного стыдно за эти миллионы убитых и обещанных твоими предшественниками? Хоть немного, вот только честно, вот без лицемерия. Хоть чуть-чуть, ты ощущаешь стыд за это? Я ощущаю гордость за советскую власть. Вперед, рабочий класс! Блядь. Зачем? А вот это в конце, это что, блядь, это что такое? Это стоп-слово какое-то сейчас было или что? То есть, в ролике он заявляет, что, типа, да, действительно, было репрессировано огромное количество невиновных. И это плохо. И тут же вот это вот... Такое ощущение, что у Рудова, у него полушария в мозге, они, блядь, вообще не связаны. То есть, каждая, каждая полушария, оно какую-то свою линию гнёт и всё. Это какая-то форма безумия или что? Что это вообще такое? С чем мы имеем дело? И с тёрт помощью! Бобрутов больше нет! Сверхый волос! Сверхый волос! Сверхый волос! Сверхый волос! Сверхый волос! Сверхый волос! Вот, то есть, это, ну, просто вот... Ой, господи!